Что касается списка вегетрии, то я вспомнил вчерашний годный доклад, когда было такое важное, как это революционное изменение в структуре вегетрии, когда были вегетрии категории. Так вот, вегетрия категории, функцию категории вегетрии выполняли списки. И вот эта функция до сих пор остается как заявитель категории. Она так полностью не была выпислена, вот из-за этого, возможно, они как пришли, как некое легальное, и сейчас они появились в такой немножко полулегальном состоянии. То есть некоторые переносят пространство вегетрии, некоторые остаются. Вот это такая самая главная проблема категориста. Тем не менее, с одной стороны, существуют на главной странице, ну не знаю, по-моему, несколько источников, есть два списка, который меняется там очень часто. А с другой стороны, списки даже их массово выносит на удаление так как незначимы. Потому что значимость отдельных объектов является, по отдельному мнению, отдельным участникам, критерием значимости списка. То есть это действительно очень большая проблема, которая, ну, я думаю, имеет вот такие вот исторические формы, что я могу сказать. Спасибо. Так, пожалуйста, желающие. Проблема списков, ну, может быть, такая, от имеющего кинезис, и вообще сложно понять, зачем они нужны, если есть категория. Но вот, в частности, работая со списком, например, ракетов Украины, который, по-моему, реализован, кстати, Гетманщина, он, дело в том, что там реализована наглядная функция, он был отформлен в виде таблицы, табличных представлений списков. Причем там именно хронологичность порядка, то есть вот в обычной системе категории, как мы можем сделать? Еще это алфавитное расположение списков не дает представления о том, в каком порядке шли гетаны. Ладно, значит, хронологичность. Причем там реализовано так, там были одновременно существовали где-то на правобережной и левобережной в Украине, значит, под Турцией и под Польшей, значит. И это все нам хорошо реализовано, что вы видите, что в одно и то же время там такая таблица существовала и параллельно нет. Единственное, мне кажется, что тут стоит проблема интерфейсов, особенно в табличном представлении списков отсутствует функция порядковой нумерации в таблице элементов списков. Потому что иногда бывают списки большие, хочется оценить, сколько же элементов находится в данном списке, и проходится вручную их пополнение. А при вставке элемента внутрь приходится, значит, менять все номера свои ниже. Это вот такой серьезный проблем. Спасибо. Я все-таки попросил, Долина, после этого уния Дмитрия, чтобы все-таки участники представлялись, назывались таким образом. Так, пожалуйста, еще мнение. Желание высказаться. Пожалуйста. Выходите к моему дуру. Вот, пожалуйста. На мой взгляд, не существует... Просите вас за мной. Извините, Калашнов или Калашнов. На мой взгляд, проблемы списков не существует. А, лифуасписок – это некоторая отдельная сущность, и тогда, наверное, имеет смысл принять то предложение, которое когда-то Дмитрий Рожков озвучил. То есть список – это некоторая отдельная сущность, так сказать, да, как отдельная сущность – это портал у него, свои там какие-то правила, отдельная сущность – иллюстрация. Либо список – это обычная нормальная статья, и, соответственно, к нему должны предъявляться те самые требования, которые предъявляются к обычной статье. Да, но только в статье очень много букв и мало, например, цифр, иллюстрации, а в списке – это много цифр, так сказать, там есть линейки, да, и там, ну, чего-то еще много. Вот, на мой взгляд, проблема находится в этой плоскости, а не обсуждение списка, как в некоторой отдельной сущности, которая похожа как-то на статью, но непонятно статье Аберидовича. Спасибо. Как тут Астаксиум мирно-дает, что проистекает? Круглый стол предполагает, в том числе, и столкновение неизвестно. Это будет смысл, знаете, выходить, по-моему, а имеет смысл просто в зале общаться, принимать руку, а вам просто, пожалуйста, говорите. Я не знаю, мы сами устанавливаем правила этой программы. Это истанавливаем правила, которая больше значительна. Пока выходим, мы их время теряем. А у вас он увидит, как раз. Мы его убиваем. Так, Дмитрий Расков, я бы хотел, на самом деле, немножко дополнить по поводу списки и категорий, насколько они проходят в дубле. Мне кажется, технически можно список объединить. То есть, вот все, что есть в списках, дополнительные информации, все эти бонусы, оформления, порядочные, можно, в принципе, оформить на странице категории, и тогда списки действительно станут ненужны. Но, ну, как бы, достигте нашу проект в этой части такого уровня развития, чтобы мы их совместили. Мне кажется, пока я делаю это рановато. В общем, рано это даже обсуждать. Может быть, там, через пару лет, там, вот так мы перейдем. И тогда, если это сделать, конечно, сразу же станет понятно, какие, ну, по крайней мере, понятнее, чем сейчас, какие списки нужны, какие нет. То есть, то, что подпадает под категории, то, соответственно, может быть, оформлено в 2 категории в виде списка, да, какого-то более наглядного представления. То, что не подпадает, видимо, это координационный список. Может быть, даже какие-то координационные категории, может быть, да. Вот, ну, вот такая вот просто мысль. Мне кажется, что, в общем, проблема не настолько острая сейчас, насколько я ее пытаюсь представить. То есть, надо решить некоторые другие вещи раньше. То есть, информационный список, информационный список, там нет проблем остается, да? В информационных списках остаются красные штыки. В категории, если на работе было предложение, предполагаю, на кладчику, то здесь есть красные ссылки. Но это же работать совершенно невозможно будет, если красные... Нет, ну, во-первых, в категории есть элементы, да, которые придется как-то подсветить, да, что вот это элементы категории, да, даже если категория будет оформлена в виде списка. Но никто не решает поместить туда красную ссылку. А какое предложение? К категорию? К категорию. Руками. Руками, да, руками. К категорию, как раз не ссылка на страницу, сколько привыкли. Страница категории, это такая страница, как любая другая. Можно писать шапки всякие, да? Присажите, привыкли, как я хотелось бы. Так, или просто привыкли, давай, другую. Спасибо. Нет, порой, это логично. Вот у нас, допустим, есть список русских поэтов, да? Пожалуйста. Список русских поэтов. В Назии, ну, не должно быть. Ну, хорошо. Ну, какая-то категория, где там 50 каких-то имен. Вот у нас 50 красных ссылок, мы начинаем работать. Потом кто-то сел и написал статью о каком-то поэте-писателе, я думаю, вот. Там художник представил эту категорию. Она возникла, ему после этого нужно идти на страницу категории. Сказали по списке 50 красных ссылок. Да, ну, вы еще, вот, да. Нет, ну, это какой-то... Нет, ну, я же не говорю, что давайте вот прям так и делим. Я говорю, что, в принципе, вообще, вот, насчет координационных категорий, я сказал так уже, в дополнение, что возможно в этом направлении только стоило. Я не думаю, что можно категорию ненормально заменить список, и список все-таки имеет определенного оформления. Ну, вот, вот, мне тоже кажется, на данный момент, именно из-за специфики очень развитого оформления у нас списков и недоразвитого оформления категорий, сделать это пока еще нельзя. Но в перспективе, возможно, если мы сумеем развить оформление страниц категорий до того, хотя бы состояния, каком у нас списке сейчас, бывают избранные, да, то почему нет? Ну, объясню почему. Потому что список делает один человек, и он делает все согласно какому-то общему плану. Получается, что тогда в каждой категории должно быть еще 50 критерий, как они должны встраиваться в какой-то список. Причем, если... То есть каждый человек, который причисляет какую-то объект в категорию, он должен еще расставлять лучше как раз-то критерия, как это все должно в этом списке рисоваться. Это можно делать не сразу. Возьмем какой-нибудь простой пример, да. Допустим, генеральный секретарь советского танка стоит, какая-то компактная. Вот... Список этот давно закрыт, да. То есть там уже ничего не будет выполняться. Вот вы говорите, что делает один человек. Вообще, Википедия, она основана... Это... Это... Краудсоу. Вообще, там все по идее, в том числе и списке. Можно и нужно делать совместно. Да, а если... А если вы помните, только вот этот один человек знает, кто должен быть в этом списке, то это проходит, то это проходит в этом списке. Я немного не обомню. Нет, так вот, может быть, я не говорю, что сразу, вот, раз, отменяем все списки, удаляем их, да, и все переделаем в категории, конечно, человек болтал. Ну, начать с каких-то простых, да, с открытых, уже завершенных списков, постепенно их кооптируют, да, в категории, вот, те, кто, да, и все. Вот... Попоставьте вы там себе тестовую задачу, или там, я не для этого вам, да, там будет интересно. В своем частном, в своем пространстве попробуйте это сэмулировать категорию, да, сэмулировать, это у вас не получится, конечно, полностью сделать категорию, сэмулировать. И сделать этот список так, чтобы это была категория. Единственное, что я вот вижу, так как в списках ссылок много, да, разных, дополнительных, справочных и так далее, в этом списке категории придется как-то отдельно выделять элементы категории, чтобы они были вот наглядные. А то даёмность, правда, в каждой категории нужно прописывать, для каждого человека в этом шаблоне категории, если какие-то еще приобрели, по-моему? Нет, ну что, извините, но это только технически, категории технически, как статья. Я прошу, я прошу, я не довожу, уважаемые люди, говорят, что у дураков мысли с кожей, но у мудреца не хватает. Вот Дмитрий как раз прощел мы и мысли, мне очень хотелось, чтобы у нас какой-то конкретный пример тогда появился, возможно, который помог бы нам в определенной степени направить дискуссию. Категория, это, конечно, в список, но в первых планах работает на... Категория автоматически, да, он собирает состояние тела, то есть если мы, кстати, поставим какую-то категорию, то автоматически ссылка на нее появится в категории, без нашего участка. Так мы говорим, или нет? Да. Да, это автомат. То есть помещение туда, конечно, мы можем, да, руками, как вы сказали, категорию шаблокам красной ссылки. Ну зачем? Это не для этого создана тот механизм, абсолютно для этого. Самые списки, конечно, но я к ним отношусь, так можно сказать, полный нитрал. То есть не особо мне они нужны, иногда туда пригодны. Для чего? Иногда, да, допустим, на каких-то, не знаю, познавательных целей, допустим, список русских писателей, да, или биржи, или всего прочего. Но такие списки, конечно, надо создавать самому. Да, красные ссылки, как раз, вполне нормальные люди, поскольку у них все, особенно у них кипит. Так что, по моему мнению, абсолютно нельзя заменять, даже называть списки и категории. Это разные вещи. Спасибо. Пожалуйста, пить и гордиться. Пожалуйста! Продолжение следует...